Последний участок Красного проспекта от улицы Горького до Колыванской отремонтировали в этом году. Появилась новая разметка, остановочные павильоны, пешеходные дорожки, островки безопасности. Главный городской проспект стал современной магистралью. Однако остаются острые вопросы, связанные с парковочными местами и обслуживанием обновленной трассы. Подробнее Александр Попов. Новые пешеходные дорожки с мраморной крошкой. Однако новосибирцы оценить ее не успели. Плитку запорошила снегом. Пока можно чистить вручную, но когда зима вступит в свои права, коммунальщики с лопатами могут и не справиться. За три года мы полностью отремонтировали Красный проспект. Теперь возникают вопросы. Мы сейчас их поднимали. Во-первых, эксплуатации, при счете зимнего содержания. Положили плитку. Ну, как эту плитку убирать от снега? У нее хорошие качества, сцепление хорошее. Но только в том случае, когда на ней нет снега, наледи когда нет. Поэтому это проблема. Сразу после ремонта на пешеходную зону вернулись и киоски. Городская администрация обещала договориться с владельцами, чтобы ларьки перенесли добровольно. Либо по завершении срока аренды договоры продлять не будут. По-прежнему осталась проблема остановки возле детской клинической больницы. Сделан пандус для инвалидов, но вот подъехать к нему невозможно из-за припаркованных авто. Поэтому установят знаки, запрещающие парковку машин вторым рядом. Также бесплатно посетители медучреждения смогут оставлять машины на стоянке напротив. Выполнен пешеходный переход с светофором, который позволит уже безопасно переходить дорогу. Раньше здесь был нерегулированный пешеходный переход. Установлены ограждения. Сделаны островки безопасности. Следующим этапом мы планируем здесь сделать платное парковочное пространство с возможностью остановки транспортных средств без оплаты для посещения данной больницы при получении там специального штрих-хода. Эти проблемы обещают решить уже в ближайшее время. Всего же по программе «Безопасные и качественные автодороги» в городе отремонтировали 30 километров дорог на 15 участках. Контроль жесткий. Подрядчикам, например, на улицах Большевистской и Фабричной пришлось даже переделывать дорожное полотно, когда нашли нарушение технологии. Александр Попов, Дмитрий Злобин. Новости ОТС.